Духи Святого Сегодня нередко можно слышать голоса, которые говорят о том, что Дух Святой перестал действовать в церквях. Знаете, с таким огорчением люди говорят об этом. Дух Святой перестал действовать в церквях. Мы не видим Его проявления. Мы не видим Его славу. И поэтому нам необходимо просить Бога о том, чтобы Он излил. Чуть ли не умолять Бога о том, чтобы Он излил Духа Святого на нас. Мы где-то слышим, что там или там происходят какие-то события, как бы действия Духа Святого активируются. И мы начинаем ревновать о том, чтобы быть участниками этих событий. Мы до конца и не понимаем, что там происходит и не знаем. По слухам только слышим. Но внутри нас поднимается ревность. И мы хотим, чтобы вот Дух Святой, Он действовал и в нашей жизни, и в жизни в нашей церкви. А у меня такой вопрос возникает. А что мы имеем в виду, когда говорим, чтобы Дух Святой действовал? Что мы имеем в виду? И у каждого свое понимание. Но большинство людей скажут, что действия Духа Святого проявляются в чудесах и в знамениях. То есть, когда они говорят, что они хотят видеть действия Духа Святого, тем самым они говорят, мы хотим видеть больше чудес. Мы хотим больше проявления действия Духа Святого, которые выражены в чудесах и в знамениях. Но когда я читаю книгу Откровения, там написано, что в последнее время дьявол явит великие чудеса и знамения, которыми соблазнит многих из верующих. И даже написано избранных. И знаете, я вижу, что вот эти чудеса и знамения, они являются некой приманкой для верующего человека. Такая жажда, ревность по чудесам и знамениям может быть опасной в нашей жизни. Мы можем принять не те чудеса и знамения в свою жизнь, которые делает именно Дух Святой. И у меня вопрос. А как Иисус определил роль Духа Святого в жизни верующего человека и Его Церкви? Ведь определение Иисуса является самым главным. А давайте мы посмотрим. Давайте мы откроем с вами послание Атеана, где Иисус говорит о Духе Святом. И Он дает в этих словах некое определение Духу Святому, по которому мы можем понять, кто сегодня действует. Потому что знайте, что дьявол тоже будет совершать чудеса. И написано не просто чудеса, а великие. Даже написано будет сводить огонь с небес. Что это значит, сводить огонь с небес? Я как-то делился этим откровением. Когда Илия выступал перед пророками Валаамом, Он говорил, если сойдет огонь на ваш жертвенник, то тогда ваш Бог истинный. А если вот на мой жертвенник сойдет огонь, тогда мой Бог истинный. То есть вот это схождение огня как бы показывает истинность Бога. И вот в последнее время дьявол именно этим будет людей верующих соблазнять. Он будет сводить огонь и как бы показывать, что это истина от Бога. И люди будут говорить, ну как? Это не мог сделать дьявол. Это не мог сделать враг душ человеческих. Это от Бога. Потому что дьявол так не действует. Нет, друзья мои, Библия нас предупреждает об этом. А вот как говорит Иисус о роли Духа Святого в нашей жизни. Евангелие от Иоанна. 14 глава, 16 стиха. «И я умолю Отца». Он как бы первый раз открывает это о Духе Святом своим ученикам. Он говорит, «И я умолю Отца и дам вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами и пребывать в вас будет». И пребывать в вас будет. И первое утверждение, которое я хочу сказать, что Дух Святой в каждом из нас, Он здесь и сейчас в тебе и во мне, потому что, так сказал Иисус, что Он будет в нас пребывать. Не пребудет, а будет в нас пребывать. Как только вы стали Божьими детьми, получили спасение или получили рождение свыше, с тех пор Дух Святой пребывает в каждом из вас. И Он никуда не уходит, и никуда не приходит Он внутри вас. И еще хочу сказать, что Дух Святой всегда в своей Церкви. Дух Святой всегда в Церкви Христовой, потому что Церковь Христова – самое важное дело Бога на земле. Вот почему надо быть в Церкви. Если ты удаляешь себя из Церкви, ты удаляешь себя из самого важного дела Иисуса на земле. И Его Церковь – самое важное дело на земле. И ты – часть этой Церкви. И Дух Святой, Он постоянно в Церкви. Он всегда в Церкви. Вот не всегда мы даем Ему действовать. Это да, мы об этом поговорим в этом месяце и, может быть, в следующем месяце. Будет серия проповедей, где я буду говорить, как исполняться Духом Святым, как действует Дух Святой, через что мы должны исполняться Духом Святым. Тут будет и о молитве, тут будет и о поклонении, и о многих вещах. Мы многие вещи затронем. Но прежде всего, первое, что я хочу сказать, что Дух Святой никуда не девался и никуда не делся. И не дай Божи кому-то из нас, смотря на какую-то Церковь, дать свое заключение, что там нет Духа Святого. Если вы однажды так сделали, неважно, какая Церковь, покайтесь в этом. Это и есть хула на Духа Святого. Дух Святой в каждом верующем человеке и Дух Святой в каждой истинной Церкви. Истинной Церкви. Я про истинную Церковь. Поэтому, друзья мои, Дух Святой никуда не делся с земли. Он здесь и сейчас. Сейчас в тебе и во мне. И в этой Церкви, и в другой Церкви в городе Сочи. Аминь. Аминь. Посмотри на соседа и попробуй увидеть в нем Духа Святого. Скажи, я вижу в тебе Духа Святого. Халилюя. И первое качество, первое качество Духа Святого, которое упоминает Иисус Христос, самое первое, что Он говорит, о Духе Святом, это не о волшебнике, а не кудеснике. Он говорит, Он утешитель. Первое, что Он говорит, Он утешитель. Именно Дух Святой является тем, кто утешает нас в разных проблемах. Послушайте, неверующие люди ищут утешение в алкоголе, ищут утешение в наркотиках, ищут утешение в каких-то делах, чем-то себя занять. Или ждут утешения от людей. Они ожидают, что люди придут и утешат их. От этого их обида возрастает, потому что, когда они находятся в трудности, так бывает, что многие забывают о них и даже не подозревают о том, что они находятся в трудности, поэтому не приходят к ним, не утешают их. И они от этого огорчаются, обижаются, потому что они ожидали, что люди вспомнят о них. Это нормально, когда ты вспоминаешь о других людях. Ну, так бывает, что о тебе забывают почему-то. И когда они не получают утешения, особенно от самых близких. А близкие даже порой не подозревают, что они в трудностях и в проблемах. Ты же не сказал об этом. Ты сказал, догадайся. А как я догадаюсь? Я не экстрасенс. А тем более, если я не верующий человек, у меня нет Духа Святого, который открывает мне будущее. Я не могу догадаться. И люди обижаются, потому что их не утешили. Они ищут утешения в других людях. Они надеются, что придут в свое время и утешат их. Но вот верующий человек, он утешается Духом Святым. Бог ему дал великого утешителя, которого имя Дух Святой. И сегодня мы говорим о нем, о великом утешителе. И проповедь сегодня называется «Великий утешитель». Иисус, называя Святого Духа утешителем, желает первое. Послушайте, он желает, первое, он желает, чтобы у нас возникло понимание о том, что Дух Святой – это не какая-то сила. Как некоторые говорят о силе, Дух Святой – сила. Это не какая-то сила. Это прежде всего личность. Это прежде всего ипостася. Это прежде всего третье лицо Святой Троицы. Дух Святой, он говорит, утешитель, имея в виду, что это личность, с которой нужно строить отношения. Все на отношениях. В греческом языке, а значит и в международном праве того времени, были параклетосы. Это некие адвокаты, которые выступали на суде защитниками, тем, которых осуждали. И именно вот это слово о Духе Святом, когда он говорит, утешитель использовано, параклетос. То есть тот, который утешает тех, которых обвиняют на суде. И сам Иисус говорит такие слова. Иоанна 16, 8 стих. «И Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в Меня, и о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». То есть Святой Дух выступает как судебный защитник верующих и судебный обвинитель неверующих. То есть если ты Дитя Божие, то Дух Святой для тебя является утешителем, Он для тебя является адвокатом, Он для тебя является тем защитником, который защищает тебя. Если ты неверующий человек, то Дух Святой для тебя является обвинителем. Он обвиняет этот мир о грехе. Дух утешает нас во всяких трудностях, во всяких проблемах, принося нам мир свой, который превыше всякого ума, который потом и может обуздать наши мысли. Если тебе нужно утешение, если тебе нужно разобраться со своим мысленным потоком, тебе необходимо исполняться Духом Святым, который приносит мир превыше всякого ума. Именно этот мир и способен обуздать твое мышление. Если твой поток мыслей не обуздывается в послушании Христу, у тебя, значит, есть проблема с исполнением Духа Святым. Ты ищешь утешение не в тех местах. Тебе нужно бежать к Богу для того, чтобы исполниться Духом Святым и получить утешение от Духа Святого. Поэтому Иисус говорит, придите ко Мне все, труждающиеся и обременен. Он не говорит, пойдите к психологам или пойдите еще куда-то. Он говорит, придите ко Мне, когда тебе трудно, когда ты в проблеме, когда у тебя все валится из рук, когда ты не понимаешь, что происходит. Все, что тебе нужно, это прийти ко Христу. И написано, что Он утешит. Каким образом? Даст тебе Духа Святого. Даст тебе Духа Святого, который принесет в твое сердце мир. Каким же образом Дух Святой утешает нас? Давайте посмотрим. Первое. Он напоминает нам все обещания, данные нам Богом. Первое, что делает Дух Святой, Он напоминает нам все обещания, данные нам Богом. Иоанна, 14 глава, 26 стих написано. Если, к примеру, мы находимся в болезни, Дух Святой приходит и говорит нам, «Ранами Иисуса, Ты исцелен». Наше сознание, наша плоть, она кричит, все пропало. Тебе осталось жить последний день. Когда у меня поднимается температура 37,1, я прошу жену нести листок и бумагу, чтобы писать завещание. Но меня сразу нападает страх. Все, это последние дни моей жизни. А если 38,9, я ничего не прошу. Я уже там в мечтах смотрю, какой памятник мне надо поставить, какое надгробие. Но все, что мне нужно, это просто позволить Духу Святому напомнить все, что сказал Иисус на эту ситуацию. А что сказал Иисус? Ранами Его мы исцелились. Ранами Его мы исцелились. Если мы проходим трудности, какие-то стесненные обстоятельства, наше разумение кричит, все пропало. Все пропало. Все. Шеф, гипс снимают, все пропало. Мы так кричим, наш разум так кричит. Я первый, который так кричу. Если я попадаю в какие-то непонятные, сложные ситуации, первое, что мой кричит разум, все пропало. Все пропало. Все. Это последний день жизни на земле. Мы так устроены. Наша психика не выдерживает порой давления, которое оказывает на нас этот мир. И мы вот в такое состояние входим, состояние страха. Первое, что наполняет наше сердце, это страх. Страх за будущее. А как дальше? А что дальше? Но Дух Святой приходит и напоминает нам, что любящим Господа и избранным к Его... Все? Слушай, как это все? Подожди, вот эти трудности, которые я сейчас прохожу, они тоже ко благу. Друзья мои, сами трудности не являются благом. Но Бог, Он имеет такой характер. Знаете, Его хобби, все плохое оборачивать во благо. Он, извините за это выражение, кайфует от этого. Он берет вот это плохое в твоей жизни и говорит, сынок, дочка моя, вообще не переживай. Смотри. Вот оно. И ты говоришь, как? Вроде так боялся. Вроде, когда проходил эти трудности, так было страшно. Но потом, когда ты оборачиваешься и смотришь с высоты прожитых лет на то, что ты проходил, ты понимаешь, что именно в этих трудностях и формировался твой характер, именно в этих трудностях ты наиболее близко был к Богу. Когда у тебя все было хорошо, когда у тебя все было классно, ты и о Боге-то не воспоминал. Ну так, между делом, на ходу, на бегу. Господи, спасибо, не забери вот этого, что я имею. Но когда происходит давление, стесненное обстоятельство, ты знаешь, куда бежать. В трудностях Бог натрясает и людей в церкви прибавляется. А когда все хорошо, смотришь все на пляже или еще где-то. Ну как только трудность. Смотришь, вот человека нет в церкви долгое время, а потом раз и появился. Можно сразу сказать, ага, прижало. Прижало или нажало, не знаю, у всех по-разному. И человек сразу в церковь, человек сразу вспоминает, что есть пастор, что есть лидеры. Сразу вспоминает. Когда все хорошо, когда Бог с тобой разговаривает, ты забываешь об этом. Тебе не нужно это, у тебя уже все хорошо. Но вспоминается тогда, когда приходят проблемы. Тогда человек вспоминает, куда ему надо бежать. Это хорошо. И Бог иногда так делает, Он так поступает. Он убирает свою благодать на какое-то время, чтобы ты вспомнил, кто вообще самый главный в жизни-то. Аминь. Когда мы чувствуем себя одинокими, а мы чувствуем себя одинокими, я тоже люблю иногда поныть, все меня оставили, все меня покинули. А как же я, я самый лучший? Потому что ты видишь, все проходят мимо тебя, тебя не вспоминают, и смс-очку не пришлют. Ну правда, когда здесь Кубасов был, вы меня закидали смс-ками. Он там заставил вас прислать смс-ку. У всех так бывает. Мы люди, мы так устроены. Бывают времена, когда мы чувствуем одиночество. Хотя рядом с нами все, ну вот так вот сложилось, так произошло. И мы думаем, что все нас оставили, все нас покинули, все предали нас. Особенно тогда, когда ты переживаешь предательство самых близких людей. Когда вы шли-шли вместе, а потом раз без объяснения ты смотришь, ты идешь один. Просто так решили. Или когда супруг или супруга предают своих супругов. Так бывает в жизни. И в верующих семьях так бывает. И у тебя одиночество. И можно так себя загнать в это одиночество, что трудно вылезти оттуда. Но знаешь, именно в этот момент Дух Святой приходит и напоминает тебе, и говорит, ты не одинок. Бог с тобой. Во всех трудных ситуациях. Я с тобой. Я не оставлю тебя. Я не покину тебя. Потому что я не просто с тобой. Я внутри тебя. Ты храм Бога живого. И Бог всегда с тобой. Он всегда с тобой рядом. То есть Бог нас утешает через то, что напоминает обетования Божьи, которые даны нам. Когда мы в страхе, Он говорит, не бойся. Когда мы в болезни, Он говорит, ты исцелен. Когда мы в трудностях, Он говорит, все оберну во благо. То есть есть масса обетований, которые должны каждому верующему. И когда мы в трудностях, именно Дух Святой напоминает нам их. Второе, как утешает Дух Святой. Когда мы не знаем, как молиться, то сам Дух Святой ходатайствует о нас. Посмотрите, написано. Римлянам 8 глава 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Послушайте, иногда мы не можем выразить наши мысли, но все, что нам нужно, просто прийти к Господу. И тогда Дух Святой нам помогает выразить свою боль. Просто открой уста и начни говорить. Ты увидишь, как Дух Святой поможет тебе выразить свою боль, свои мысли, свои проблемы. Из тебя начнет литься, потому что Дух Святой в этот момент, когда ты не знаешь, как молиться, Он знает. А Бог знает, что у Духа Святого. Все, что нужно, прийти к Богу и сказать, Господь, я не знаю, о чем сегодня молиться. Мне плохо, я не понимаю ничего. И ты начинаешь молиться, особенно кто молится на иных языках. И Дух Святой начинает вытаскивать из тебя вот эти боли, вот эти непонимания, вот эти обиды. Потому что Он по воле Божьей так действует. Он утешитель. И Он знает, как утешать. Третье. Он также использует других верующих для нашего утешения. То есть Дух Святой может вложить в сердце любому человеку, позвонить тебе или подойти к тебе, сказать добрые слова, утешить тебя, ободрить тебя, похвалить тебя. Так было много раз в моей жизни, когда Дух Святой, Он возбуждал в моем сердце попечение о каком-то человеке. Я набирал номер, если был внимательный, если был послушный. И звонил этому человеку. И оказывалось, прямо в этот момент, он переживал трудности. Он ожидал, что ему кто-то позвонит. И когда я звонил и говорил ему эти слова, я даже не знал, что в его жизни происходили какие-то трудности. Просто было побуждение от Духа Святого позвонить и сказать эти слова. И потом, сколько свидетельств я слышал, когда люди говорили, что я проходил эти трудности. Мне было тяжело, но вы позвонили. Вы сказали два-три слова. И как будто бы пелена упала. Как будто камень свалился. И мне стало легко и хорошо. Но это не я. Это Дух Святой взял и использовал меня. Сколько было в моей жизни такого, когда люди звонили мне. Просто звонили в тот момент, когда я находился в переживании, в чаяниях каких-то, в огорчениях, может быть. Они звонили и утешали. Они звонили или рассказывали шутку какую-то, смех какой-то, или просто обадривали тебя каким-то словом. И ты понимаешь, что Дух Святой взял этих людей и использовал. Будь внимателен к Духу Святому. Если Он тебя побуждает кому-то позвонить, кому-то подойти, не пренебрегая этим. Не пренебрегая этим. Я помню однажды, когда я стоял с одним человеком, который был, это близкий был мне человек, который был уже предвечностью, потому что он болел раком. Мы стояли, а он такой, знаете, человек брутальный, грубый был. Я ему много раз говорил о Христе, но он не слышал меня. Он отвергал это все. И мы стояли, это были последние его дни. И он стоял и курил. И Дух Святой говорил мне, говори сейчас Ему о Иисусе Христе, говори обо мне. И я не сказал. Я не сказал. Потому что много раз я говорил. Мне, конечно, хотелось бы вам другую историю рассказать, которую вы любите. Я ему сказал, он упал на колени, покаялся, выбросил сигареты и исцелился от рака. И все, вау! Вы же любите такие истории, правильно? А вот не было такой истории. Была другая история. Я ему побоялся сказать, потому что у меня был отрицательный опыт. Я ему говорил, и он отвергал. Иногда даже с матом отвергал. И я побоялся. Я ничего ему не сказал. И он ушел в вечность. И интересно так произошло, когда я молился, мне Дух Святой показал момент его смерти. Как он обволакивался простыней. Как он корчился от боли. И потом, когда я говорил с человеком, с другим, он говорит, когда я пришла, жена его, она говорит, я видел, он в позе эмбриона лежал. А я побоялся ему сказать. Побоялся. И всю жизнь я несу это. Почему я побоялся? Почему я не сказал? Будьте внимательны к Духу Святому. Когда Он говорит вам в сердце, неважно, как о вас подумают, что о вас подумают, говорите. Открывайте свои уста и перед правителями, и перед брутальными людьми, и перед негодяями, и перед хорошими. Открывайте свои уста, если Дух Святой вам вкладывает это желание в ваше сердце. И ничего не бойтесь. Не бойтесь быть поруганными за Него. Велика награда тем, кого обругают за Него. Халилюя. Поэтому Дух Святой, Он побуждает людей. Я помню, один пастор, он был здесь, на этой сцене, я не буду говорить его имя, кто догадается, догадается. Он рассказывал историю, как всей семьей попал в страшную аварию, и все дети пострадали. Он сам не пострадал, дети очень сильно пострадали. Он говорит, я в такое ушел состояние, что не мог даже молиться. Я не мог даже молиться ни за себя, ни за своих детей. Просто вот такое давление пришло. Так меня сковало, и я не мог молиться. Но потом, спустя время, я узнал, что тысячу верующих, которые знали о ситуации, и которые не знали, позже узнали, они молились обо мне. Потому что Дух Святой побудил их. Целая армия поднялась молиться об этом человеке. И он потом рассказывал чудеса, которые произошли с его детьми. Дух Святой побуждает людей молиться о тебе. Если есть это побуждение в сердце, не откладывай его. Молись. Слушай Духа Святого. Мы помощники друг другу. Мы должны быть друг за другом, а не против друг друга. Халилюя. Раздайте Богу хвалу. Итак, первое, напомню, что Дух Святой, Он напоминает нам обещания, которые дает нам Господь. Все они написаны в Библии, друзья мои. Для каждого из нас есть обещания в Библии. Для каждого из нас. Ты можешь его сделать своим. Каким образом? Верой. Да, Бог или Иисус иногда говорил апостолам, иногда какой-то церкви. Знаете, как люди говорят, но это же не к нам сказано, это сказано к римской церкви. Но послушай меня, все, что сказал Иисус, может быть твоим. Каким образом? Верой. Исповеданием. Мы иногда своими словами, своими исповеданиями связываем себя. Я однажды сам себе придумал историю, не буду рассказывать какую, и поверил в нее. Мы так действуем. И я всем рассказывал об этой истории, что в моей жизни вот так вот. Потому что я сам поверил в нее. И потом столкнулся с этим, и нет там прорыва. А я думаю, почему нет прорыва? И Дух Святой мне напоминает, так ты же сам поверил в это. Я говорю, ну как это, разве не от тебя? Он говорит, вообще не от меня. А так это красиво было, выглядело. Знаете, так красиво это выглядит. Ты такой, знаешь, скромный какой-то стал, или все такой, духовный, а вообще не духовно. Ты просто поверил в эту чушь. Ну для других она выглядела прям суперсверхдуховность. Я смотрю, как сегодня некоторые люди верят в чушь, которую они придумают себе, и становятся сверхдуховными такими через это. Но они связывают себя, связывают дело Божье. Я зашел в тайную комнату и сказал, Господи, прости меня. Я выдумал себе эту историю. Это не ты говорил. А для чего? Для того, чтобы быть таким, знаете, духовным. Казаться духовным. Выдумал себе эту историю. Это не Дух Святой. И знаете, прорыв прошел. Прорыв произошел. И я говорю, все, я отрекаюсь от этого. Это не мое, это не принадлежит мне. Я по-другому буду жить. Я буду жить верой. Потому что Господь сказал, все, что я свяжу на этой земле, будет связано. И все, что я развяжу, будет развязано. Аллилуйя. Не обрекайте себя. Не будьте супер духовными. Аллилуйя. Самоправедность не лучший путь. В самоправедности мы отвергаем жертву Иисуса Христа. Может быть, он кажется легким, прямым путем. Но это путь греха. Мы отвергаем жертву Христа, которую он принес за нас. Именно через самоправедность. Думая, что своими какими-то делами мы достигнем святости. Не получится. Не получится. Аллилуйя. Итак, второе. Когда мы не знаем, как молиться, то сам Дух Святой ходатайствует о нас. Третье. Он также использует других верующих. Для нашего утешения. Спасибо вам тем, кто слышит Духа Святого. Кто звонил, кто ходатайствовал, кто молился за меня, за других людей. Спасибо вам, что вы слышите Духа Святого. Пусть еще больше это будет в вашей жизни. Слава Богу. Слава Богу за вас. Воздайте хвалу. Четвертое. Послушайте. Дух Святой помогает нам осознать и принять Божью любовь. Человек сам порой не может это принять, понять. Как это Бог возлюбил меня? Такого, какой я есть, нам кажется, прежде чем нас полюбить, нам надо как-то вот стать хорошими, заслужить эту любовь. Мы воспитаны в такой традиции. Сделал хорошо, на конфетку. Сделал плохо, иди в угол. Правда? И когда ты делаешь что-то плохо, ты говоришь, как? Ну, я не могу быть любимым. В этот момент Дух Святой абсолютно мной не интересуется. Бог сейчас меня не любит, потому что я сделал что-то не то. Но послушайте, Дух Святой приходит и напоминает нам наш статус в любви Божьей. Каким образом? Он говорит, ты дитя Бога. Ты дитя царя. Посмотрите, Римлянам 5.5 написано, любовь Божья «Излилась сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть через Духа Святого, который излился в наше сердце, нам дана любовь Божья прежде всего. А потом Он дает нам уверенность. Прежде, в четвертой, мы познаем любовь Божью, познаем ее и принимаем ее. А пятая, как утешает, это пятая уже, через личную уверенность, которая дает вот эта любовь. Что она делает? Она говорит нам о нашем статусе. Пятое, как Бог дает нам личную уверенность? Он утешает нас через личную уверенность. Не самоуверенность, не путайте это, а через личную уверенность. Каким образом? Он дает нам понимание, кто мы. Он говорит, Екатерина, ты дитя Божье. Ты не дитя бомжа. Ты дитя царя. Мы иногда думаем, что у нашего царя, который на небесах, который создал небо, землю, звезды, все, что наполняет небо и землю, недостаточно сил решить твою проблему. Ну да, он царь, но у него недостаточно сил. Послушай, ты дитя царя. Если твое дитя придет к тебе и что-то попросит у тебя, ты не только задействуешь свои собственные возможности, ты еще к своим собственным возможностям подключишь возможности твоих родственников, 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 твоих знакомых и тех, кто тебе хотя бы один раз позвонил. Ты найдешь свою записную книжку, откроешь ее, посмотришь, кто тебе хотя бы один раз позвонил и позвонишь им и скажешь, мне нужна помощь. Так или не так? Почему мы думаем, что когда мы приходим к Господу, Он ничего не делает? Почему мы так думаем? Или мы думаем, Ему нет до нас дела. Он занят великими делами и Ему нет до нас дела. Послушай, ты дитя Божье. Это самый большой статус, который может иметь только человек. Ни пастор, ни епископ, ни пророк, ни еще какой-то статус. Это дары служения. Самый большой статус, которым тебя наделил Бог, дитя Божье. Больше этого нет ничего. И Бог, Он самый лучший папа. Папочка, который заботится о тебе в каждом дне. И если Он что-то тебе не дал или не додал, как ты считаешь, это тоже Его забота. Ты никогда ребенку, который может тебе навредить тем, что ты его дашь, не дашь этого. Ты же, Саша, не дашь своему ребенку, Давидке, машину сейчас управлять. А я уверен, что Он хочет. Он залазит, наверное, к тебе на коленки. Он, наверное, берется за руль. И Илюша больше, да? Илюша еще меньше. Но Давидка уже, наверное, уже понимает, что папа может внушить. Илюша еще не внушает, а уже Давидке, наверное, внушение приходило. И он понимает, чем это чревато. Но ты не дашь Ему управлять этой машиной. Почему? Но ты прекрасно понимаешь, ты же в адеквате, ты понимаешь, чем это может закончиться. Да ничем это не может закончиться. Так же и с нашими просьбами, которые мы выражаем перед Богом. Бог не дает нам, потому что Он знает, чем это может закончиться. Знаешь, почему сегодня Бог не дает тебе выйти замуж? Потому что Он знает, чем это может закончиться. Тому, за кого ты выйдешь замуж. Он сегодня сберегает несколько человек. Ну и тебя в том числе. Конечно, это шутка. Но в ней есть доля правды. Мы не получаем сегодня того, что просим от Бога, потому что Бог знает, что это повредит прежде всего нам. И в этом выражена Его любовь к нам. Ты дитя Божье. Ты дитя Божье. Это внутренняя уверенность. Что бы ты ни проходил, что бы на тебя не навалилось, вот это, что ты дитя Божье, оно будет тебя держать. Если сегодня этого нет, значит, наверное, папа это не дает, потому что это не во время свое. Знаете, вот благословения, которые приходят не во время свое, они иногда печаль приносят. Надо, чтобы все во время свое было. Так же и человек, он должен плод приносить во время свое. Помните, сказано в первом псалме, и будешь ты как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой? Во время свое. Важно во время приносить плод. Поэтому Бог и не дает нам некоторые вещи, потому что не время. У Бога есть три гениальных ответа на наши молитвы. Да, нет и... Некоторые говорят, не знаю, да? У Бога нет такого. Это у нас есть. Да, нет, не знаю. А у нас еще есть да, нет. Слышали? Спрашивает человек, он говорит, да, нет. Да, нет, не знаю. Вот у нас есть такие ответы. Ты спрашиваешь чего-нибудь там, раз, а он говорит, да, нет, не знаю. Так да, нет или не знаю? Он говорит, выбери сам. И ты как в игру миллионера играешь там. Три тебе дано ответа, выбери правильный. Так у Бога нет так, у Бога либо да, либо нет, либо подожди. Все, нет других ответов. Если тебе что-то не дано, то посмотри, может быть, Бог говорит нет. Иногда Бог говорит нет, а мы не слышим. Помните, как с Валааком? Не ходи, не проклиnai этого народа. Ну ладно, пришли купцы побогаче. А может пойти все-таки? И ослица заговорила, все равно пошел. Все равно пошел. Вот иногда так. А иногда Бог говорит, подожди, не время сейчас. Не время сейчас. Будет время, и ты получишь. Ты дитя Божье. Бог говорит, я забочусь о тебе. Вызложи все заботы свои на меня. Ищи прежде всего Царство Божье, остальное все тебе приложится. Без ведома Господа ни один волос в твоей головы не упадет. Разве это не обетование, данное нам? Что же мы так боимся? Что же мы так боимся? А Иисус объяснил, почему мы боимся. Когда Его ученики попали в бурю, а Он просто спал. Когда Он встал, Он сказал первое слово, какое? Мало веры. Вот откуда наш страх. Мало веры. Не верим в те обетования, которые данные нам. Не верим порой, что мы дети Божьи. Не верим. И как еще Он дает уверенность? Через то, что Бог дал нам вечную жизнь и в подтверждение этого дал в залог Духа Святого. Знаете, я размышлял много в отпуске. Я смотрю, как мы стали жить от обстоятельств. Я буду проповедовать на «Пусть горит твой огонь» об этом. Как люди обстоятельства, которые происходят, выдают за действие Бога в их жизни. То есть плохие обстоятельства – не Бог. Хорошее обстоятельство – Бог. И они так стали свою жизнь определять. Пришли где-то, с давлением столкнулись. «Ой, это не Бог, туда не пойду». Раз все как по маслу, «Ой, это Бог, это почерк Бога». Но когда я читаю Священное Писание, я вижу там не все так, или все не так, или не всегда все так. Поэтому нам нужно не на обстоятельства смотреть, а на водительство Духа Святого. Мы об этом тоже поговорим, как ведет нас Дух Святой, и куда Он нас ведет. Знаете, я много размышлял в отпуске. Я размышлял и о бизнесе. Об этом тоже буду проповедовать, но не здесь. И я увидел, что это анонс вам, или самая главная мысль такую, я не планировал ее говорить, но я скажу для некоторых. Я увидел, что в жизни любого человека, неважно, бизнесмен, служитель, есть четыре фазы. Об этом как-то хорошо проповедовал Игорь Николаевич Залуцкий у нас здесь. Когда мы попадаем в руки Бога, помните, по аналогии, когда Бог взял хлебы. То есть сначала ты попадаешь в руки Бога, и что делает Бог? Благословляет тебя. Потом что Он делает? Преломляет. И потом что Он делает? Раздает. И знаете, вот благословение мы приняли. Иногда мы принимаем преломление, потому что Бог преломляет, отделяет нас ненужное. Но вот есть еще одна фаза раздачи, которую многие не принимают. Когда Бог начинает раздавать проповедника, ему надо ездить, ему нужно служить, он не хочет этого. Или бизнесмена, когда надо ездить, служить, он тоже не хочет этого. И это его право. Но вот в чем сущность, что мне открыл Бог. Только в раздаче есть умножение. Ясно? Только в раздаче. Не в преломлении, не в благословении. А только, если вы посмотрите на эту картину, когда начали раздавать хлеб, пришло умножение. И до тех пор, пока ты не будешь роздан и не войдешь в эту фазу, не надейся на благословение и на умножение. Не надейся. Я это пережил на себе. Я тоже, знаете, такой нелюбитель служить другим. Но я увидел, как Бог умножает и помазание. Конечно, в этом надо знать меру. Конечно, в этом надо знать чувства. Надо быть в балансе всегда. Потому что некоторые, как пошли в раздачу и их не остановишь, это тоже неверно. Или наоборот, удерживать себя. Если вы захотите, в Москве будет конференция, я там более детально раскрою это. Она будет в середине сентября. Как вы? Нормально себя чувствуете? Итак, надеюсь, я вас не разочаровал. Второе послание к Олимпинам, пятая глава, с четвертого стиха. Ибо мы, находясь в этой хижине, в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. То есть, Писание говорит здесь о вечной жизни. Пока мы во временной хижине, но грядут времена, когда мы будем иметь другое тело, вечное. Жизнь вечная нам уже дана, здесь, на земле. Мы уже находимся в жизни вечной. Мы уже в духе посажены на небеса вместе с нашим Господом. Писание говорит, как нам это принять. Здесь дальше в пятом стихе сказано, на сие самое создал нас Бог. На что? На то, чтобы мы имели жизнь вечную. Когда создал? Когда мы пришли и отдали свою жизнь Иисусу Христу. Когда мы были рождены свыше, именно тогда нас Бог создал на то самое. И вообще, все человечество Он создал на это самое. То есть, мы получили, скорее всего, то самое, о чем здесь говорится о вечной жизни, когда пришли к Иисусу. Но все человечество было создано на то, чтобы иметь жизнь вечную. Потому что Бог хочет, чтобы каждый человек спасся. Но мы не все хотим этого. Потому что живем без Бога. И Он дальше говорит, на сие самое создал нас Бог и дал нам залог. Залог. Что такое залог? Залог дается тогда, когда хозяин говорит, что я приду и завершу сделку. То есть, вы покупаете квартиру, вы даете залог. Это о чем говорит? Это говорит, что вы придете и совершите эту сделку. У людей так принято, если ты не совершил эту сделку, то отдается двойная, двойная плата. 100 тысяч отдал, 200 отдай, если это залог был. Так, я правильно говорю? Правильно. Задаток, да. Залог и задаток это одно и то же по-юридически. Это у нас мы разделили. А по-юридически это то же самое. Но Дух Святой так не делает. Или Бог так не делает. Он дает нам Духа Святого в подтверждении намерений прийти и забрать нас. Он говорит, вам дано жизнь вечная. И вы будете со мной на небесах. И для того, чтобы вы не сомневались в этом, вот вам Дух Святой, который сегодня является великим утешителем для каждого из нас. Это первая роль, о которой говорит, главная роль, о которой говорит Дух Святой. А теперь скажите мне, кого он не утешает? А теперь скажите мне, что бы вам лучше было, видеть чудеса и знамения постоянные, не иметь утешения. Или утешаться и может быть даже не видеть чудес. Потому что больше всех чудес видел израильский народ, шедший под пустынью. Но знаете, что произошло? Так и не вошли в землю обитованную. Не чудеса определяют, а послушание. Послушание. Хочу напомнить, что такое послушание. Послушание – это не согласие. Не согласие, когда ты согласен с тобой. Знаете, сегодня многие люди, они не понимают, что происходит. И они не соглашаются с тобой. Я попроповедую еще, долго не попроповедовал, чуть-чуть. Потому что он не понимает, ему нужно объяснить. А когда ты ему объяснишь, он имеет внутреннее согласие. Он говорит, теперь я понимаю, я согласен с тобой. Это не послушание. Это согласие. Не послушание, когда ты не понимаешь, что происходит. Но потому что этот человек поставлен выше тебя. Ты откладываешь свое непонимание и говоришь, мне не важно. Мне не важно сейчас мое понимание. Я послушный человек. Если ты так говоришь, кроме греха, я просто свою волю подчиняю твоей воле. Вот оно послушание. Если нет элемента подчинения, то это не послушание вообще. А знаете, что говорит о послушании Бог? Что его глаза на послушных? Не на согласных. Не путайте. Не на согласных, а на послушных. Когда была конференция «Мечтай», Эдуард Анатольевич сказал мне, что он хочет сделать конференцию. В конференцию провести бизнес-конференцию. Он говорит, вы двигаетесь, я хочу бизнес-конференцию. Я вижу, как это работает. Я хочу ее провести в российском масштабе. Я ему говорю, Эдуард Анатольевич, давайте проведем на базе Сочинской церкви, потому что у нас уже есть какие-то навыки, команда. Он говорит, нет, Олег, я хочу ее провести в Москве. Я говорю, ну в Москве не время. И мы начали с ним, ну как бы я начал с ним так вот дискутировать. Он говорит, пойми, я хочу ее провести в Москве. Я говорю, хорошо. Я понял. Все, никаких вопросов. Пусть будет так, как вы скажете. Он говорит, ну я хочу, чтобы ты отвечал за это, там создал чат. Я говорю, хорошо, но у меня нет откровений, у меня нет согласия. Я внутри понимал, что это, ну так, ну я бы мог сказать, знаете, что я тут по-пацански, что ли, что-то буду делать. У меня нет согласия с вами. Я хочу откровения иметь от Духа Святого. Но я сказал, извините, ну так, так, так. Вы мой пастор. Вы начальник. Я знаю, что такое послушание, как воин, который подошел к Иисусу, и он сказал о послушании. И Иисус говорит, нет такого, как он. Не нашел я в Израиле. Я говорю, так, так. И мы начали готовиться, все делать, все это. Я все стал использовать. Я написал цели. Они скинули, написал видение, все это сделал там. Все, готовились в ноябре к конференции. Недавно он позвонил, у нас есть чат и сказал, Олег, все-таки ты прав. Конференция будет проходить в Сочи. Вот что делает послушание. Но на этот момент я не согласен с ним был. У меня не было откровения. Но я готов был поехать. Готов был трудиться. Готов был делать то, что он мне сказал. Почему? Потому что я послушан. И знаете, что написано? Глаза Бога на послушных. Аллилуйя. Это так важно. Послушание больше жертвы. Больше жертвы. А мы хотим быть согласными. Объясни, растолкуй. Я хочу так же. Дайте мне откровение. Твой выбор. Я думаю, я кому-то проповедую сейчас. Итак, первая роль Духа Святого – утешитель. Вторая роль Духа Святого – это не все, это только середина проповеди. Я дальше. Вторая роль Духа Святого – это Дух Истины. И об этом мы поговорим в следующий раз. Что же такое Дух Истины? И зачем Он дан нам? Ну, прежде забегая вперед, хочу сказать. Первое. Дух Святой. Самое главное, что делает Дух Святой в жизни верующего человека – это утешает. Мы нуждаемся в утешении. Прежде всего, Он утешает. А второе – Его качество изменяет. И вот об этом мы поговорим с вами. Давайте воздадим Богу хвалу. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И поделитесь этим видео с друзьями. Мы благодарны тем, кто помогает нам распространять наше видео. Таким образом, вы участвуете в проповеди Евангелия по всему лицу земли. Нет предела тому, что Бог может сделать через нас, когда мы объединяем наши усилия. Еще раз большое вам спасибо за поддержку. Да благословит вас Бог.